Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Вчера вышли данные об инфляции – 3%. И в итоге фондовый рынок обрушился. Tesla ушла вниз на 9%, Nvidia на 5%. Сильное падение. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки и смотрим, что происходит. Tesla – минус 8,4%, Meta – минус 4%, Intel – минус 3,9%, Google – минус 2,7%. NASDAQ – 2%, давно уже не было такого падения. Биткоин – минус 0,2%, 57,190 долларов. Давайте сразу посмотрим на недельный таймфрейм. Здесь мы видим, что биткоин коснулся этой желтой трендовой линии. Недельный таймфрейм – значит, каждая свеча – это одна неделя. Желтая трендовая линия, по ней биткоин идет уже в течение года. И смотрите, биткоин, биткоин. Вот последняя свеча. Прошел вверх и коснулся трендовой линии. То есть, сначала мы пробили эту трендовую вниз, потом потестили и развернулись от нее. К сожалению. Стохастик находится в перепроданности, но направлен вверх. Это хорошая новость. Криптогуру-бот держит сигнал на покупку, который он дал в феврале прошлого года. Биткоин-индикатор-бот дал сигнал на продажу. И сигнала на покупку пока что не давал. Этого бота можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Опустимся на дневной. Что видим здесь? Мы в первом импульсе волна Хелиота, на мой взгляд. Также здесь был симметричный треугольник. Но давайте все-таки посмотрим, может быть, какие-то новые паттерны есть на дневном таймфрейме. Трендовую линию можно провести. Вот такая нисходящая трендовая. А если так провести... Это что-то вроде нисходящего типа, как бы... канала. Нисходящий канал на биткоине. Все-таки я думаю, что мы в первой волне. В первом импульсе в волнах Хелиота. Хороший отскок был от 53 300. Но теперь на дневном мы видим перевернутую свечу молот. А что это за свеча такая? Это когда цена биткоина... Ну, вернее, цена идет вверх, а затем возвращается. И свеча закрывается примерно там же, где открылась. Это перевернутый молот. Нам нужно принимать во внимание, что... Правительство Германии по-прежнему продает свои биткоины. Давайте еще на четырехчасовом посмотрим. Может быть, там какие-то паттерны еще. Да. На четырехчасовом можно увидеть что-то вроде... Не сказать, чтобы что-то важное можно увидеть на графике. Нет какого-то основного паттерна, который формируется на четырехчасовом. Еще часовик проверим. Похоже, что-то вроде восходящего клина. Восходящий клин. Но это, к сожалению, медвежий паттерн. Это на часовом таймфрейме. Внутри создается давление, давление, и выходим вниз. Возможно, на 55 будет какой-то разворот, если отработать таким образом этот восходящий клин. Да. Это торговая идея, которая у меня уже есть, я бы ее и оставил. Заходим на 52. 100 плюс ставим на 51 400. Риск 677 долларов. Заработать можно 37 800. Это в расчете на один биткоин без плеча. С 10-м плечом будете торговать, заработайте 370 000 долларов. Похоже, что на 52 000 основная поддержка у биткоина. Со всеми этими распродажами. Правительство Германии. Маунт Гокс. Я думаю, что все это ведет биткоин вниз. Еще один уровень поддержки находится на 54. К сожалению, биткоин, наверное, идет туда. Но посмотрим. Подождите, не красный. Давайте это отметим как цель. Сработает, не сработает. Как поведет себя биткоин. 52 000 и 54 000. 54 182. Но, надеюсь, не сработает. Но пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. На Баби, регистрируйтесь, получайте бонус до 30 000 долларов. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу. Все другие курсы тоже проходите. Каждая из этих курсов стоит 333 доллара. Покупайте и учитесь торговать. А затем присоединяйтесь к моему телеграмму. На моем торговом балансе Bybit 522 600 долларов. Сделка по биткоину в минусе на 9400. Вчера, когда биткоин поднимался на 59 600, по этой сделке я уже начал получать профит. А теперь снова в минусе на 9000. Размер этой позиции 267 000. Четыре с половиной биткоина. Тем не менее, закрывать позицию я не буду. Цена ликвидации у меня 50 600 долларов. Что я держу? На Bybit. Покет 1,8%. USDT на 40%. Биткоин на 16%. MCRT на 15%. Юнисвап 9%. Dogecoin 8% и WorldCoin 7%. WorldCoin вчера тоже сильно упал. Читаем комментарии. Кто будет продавать биткоин после Германии? Правительство Германии сливает биткоинов на 3 миллиарда долларов. И рынок пытается поглотить эти объемы. На мой взгляд, это показывает силу биткоина. Говорить о том, что альткоины растут, когда биткоины в боковике, это неправильно. В этом случае альткоины тоже падают. А когда биткоин пампит, вот тогда за ним альткоины и тянутся. Нет, ты не прав. Опять же, я всегда говорю. И я прав, потому что я давно уже торгую. Когда биткоин идет вверх, альткоины падают. Деньги переводятся в биткоины. Альткоины идут вниз. Когда биткоин падает, альткоины тоже быстро падают. А когда биткоин стабилизируется, то тогда вот альткоины начинают свой рост. Ты красава. Спасибо. Формируется восходящий клин. А вот действительно, я же об этом только что и говорил. Восходящий клин. Поэтому я и говорил, что биткоин может уйти на 55 тысяч. Дружище, я смотрю тебя с 2021 года. У тебя отличные сигналы, это и помог заработать мне десятки тысяч долларов. Поздравляю. Если так, вива гуру. Как присоединиться к телеграм-группе? Да под каждым видео можно найти ссылку на телеграм и все другие полезные ссылки тоже. Спасибо, что посмотрели. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Если вы хотите, чтобы я какую-то конкретную монету проанализировал, то пишите об этом в комментариях. В следующем видео, пожалуй, посмотрим на эфир и теслу. Всем хорошего дня и увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok